Сто лет назад, в середине марта 1920 года, группа передовой молодежи создала в станице Славянской комсомольскую ячейку, которая стала самой первой на Кубани. Ветераны комсомольского движения района и молодежные активисты сегодняшнего дня встретились в Славянском историко-краевическом музее, где есть прекрасная экспозиция, посвященная истории комсомола. Андрей Вишневский с подробностями. В честь 100-летнего юбилея Славянского комсомола состоялась встреча поколений. В Крыевический музей пришли наши известные комсомольцы, бывшие секретари первичных городских и районных комсомольских организаций. Эти люди не понаслышке знакомы со славной историей комсомола. Они, настоящие комсомольские вожаки, были в гуще событий, которые уже стали историей. И они знают, в чем была сила комсомола. Сила-то комсомола была в чем? В том, что не только в том, что комсомольцы были активными, не только в том, что это была молодежь, которую можно было сподвигнуть на любые подвиги, а и в том, что ею руководили, в том, что каждый, придя в комсомол, он знал, что у него есть перспектива, что он сможет вырасти. И вот эта преемственность в работе с кадрами, она, пожалуй, одна из основных ступеней, которые бы нам следовало сегодня перенять. В нашем райкоме комсомола Славянском, я так вот перед этим праздником подумала, все, кто прошел школу райкома комсомола, все они стали замечательными руководителями, деятелями науки, культуры, управленцами. Молодежные активисты, лидеры самоуправлений, бойцы студенческих трудовых отрядов, волонтеры с интересом слушали взволнованный рассказ о трудовых и боевых подвигах комсомольцев. А если мы возьмем с вами портреты наших героев Советского Союза, которые у нас здесь вот в экспозиции, опять мы увидим, что это именно комсомольцы. И когда мы говорим об истории нашего Славянского района и перелистываем или открываем именно военную страницу, мы понимаем, что мы гордимся всеми земляками, которые в этой войне принимали участие. Но мы с гордостью говорим о том, что молодое поколение проявило себя четко, отважно, мужественно, ответственно. Комсомольская организация в станице Славянской родилась в нелегкое время, когда шла гражданская война. Но основатели Славянского комсомола не колебались, они верили в его будущее. Учредителями комсомольской организации в Славянском районе были те же самые активисты, которые еще в 1918 году подпольно работали, выпускали листовки, работали среди населения и пытались обрисовать и охарактеризовать ту очень сложную обстановку, которая происходила у нас в станице Славянской в Славянском районе, вот тогда в условиях гражданской войны. В нашем Славянской историко-коровическом музее представлена великолепная экспозиция предметов, которые позволяют характеризовать историю развития комсомольской организации в нашем Славянском районе. В музее собраны редкие фотографии первых комсомольцев, материалы комсомольских съездов и конференций, уставы организаций разных лет, газеты и журналы, книги об истории ВЛКСМ, знамена, вымпелы, грамоты и значки – все это очень интересно для молодежи. Круглый стол, который состоялся в администрации района, продолжил праздничную эстафету. Собравшихся приветствовал представитель краевой организации ветеранов комсомола Кубани Николай Григорьевич Денисов. Первая районная комсомольская организация, образованная на Кубани, была Славянская районная комсомольская организация. Именно вот наша искренность, долг, чести, доблесть, вот эти качества, которые воспитывал комсомол, чувство дружбы, чувство локтя – это была настоящая та школа, которая потом выживала Россия в самые различные социальные и военно-исторические катаклизмы. Вот только преемственность поколений – это фундаментальная основа сохранения и семьи, и общества, и государства. Кандидат исторических наук Дмитрий Решмет рассказал участникам круглого стола о важных вехах становления комсомола на Кубани. Затем со своими воспоминаниями выступили ветераны комсомола, которые были в свое время лидерами комсомольских организаций. Первое, что я испытала – чувство гордости от того, что именно у нас в Славянске на Кубани организовалась первая ячейка. И мы более чем на полгода раньше организовались, чем край. Это непередаваемое ощущение, действительно чувство гордости, гордость за наших земляков. Я вообще люблю очень свою малую родину и горжусь тем, что я тоже здесь родилась. И благодарна судьбе за то, что она свела с такими замечательными людьми. Председатель Славянского отделения краевой организации ветеранов комсомола Ольга Почтенко передала в музей копию альбома с воспоминаниями первых комсомольцев и вручила всем участникам мероприятия юбилейные знаки «Сто лет комсомолу Кубани». Задружили сто лет назад, наверное, и вот до сих пор дружен. Настолько хорошо, и все с пониманием, и все с чуткостью, с чуткостью вот с такой, со вниманием друг к другу. Поэтому, как председатель ветеранской организации, вот мы ветераны, конечно, мы уже все, мы надеемся на вас, что вы возьмете этот флаг в руки и понесете. Мы будем всегда с вами рядом, сюда вам мы подскажем и поможем. Участники «Круглого стола» посмотрели документальный фильм, посвященный 100-летию комсомола. Были исполнены песни, популярные в комсомольской среде. Песни под гитару «Что может быть лучше?» В ходе обмена мнениями между представителями разных поколений не раз прозвучала мысль, что комсомол – это не только прошлое, но и настоящее. Лучшие традиции комсомольского движения вернулись и дают положительные результаты в наши дни. Ребята заняты полезным делом, а это самое главное. 29 октября каждый год место встречи изменить нельзя. Мы встречаемся активно, мы вспоминаем те добрые дела, которые мы делали, нашу молодость, энтузиазм, бескорыстие, взаимовыручка – это всегда было на первом месте. Мне очень приятно было сегодня встретиться с ветеранами комсомольского движения, послушать их истории, чем они занимались, как они помогали. Было очень интересно. Мы стараемся помогать людям участвовать в волонтерском движении, помогать ветеранам. Именно в Славянском районе была первая организация кубанского комсомола. Мы от студенческого самоуправления филиала КубГУ поздравляем всех ветеранов комсомола со 100-летием, с этим юбилеем. У ветеранов кубанского комсомола можно поучиться только взаимовыручке, ответственности, их выдержке. Это все является примером для нынешней молодежи. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко поздравил собравшихся с юбилеем и поблагодарил всех, кто неравнодушен к нашей истории, где есть немало прекрасных страниц. Я думаю, есть что перенять у наших ветеранов комсомола. Те добрые дела, традиции вы сегодня видели, сколько, много хороших дел. Мы уверены, что у нас очень хорошая молодежь, растет будущее, как они там будут называться, то ли молодые владельцы, то ли добровольцы, но все равно стержень у них заложен наш. И все будет у нас хорошо, мы уверены. С праздником! Комсомол воспитал целый ряд поколений. Незабываемое это время, овеянное романтикой молодости, мечтами и надеждами. И для сегодняшнего юношества ценно и дорого то, что было главное в комсомоле. Любовь к своей родине, ответственность, активное участие во всех добрых делах и начинаниях. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».